Визит руководства школы и активистов БРСМ для многодетной семьи Гореликовых, хоть и спонтанный, но очень радостный. Потому как неотъемлемая составляющая встречи – подарки. Яркие наборы карандашей, фломастеров, ручек и красок, и стопки тетрадок, пенал и книги. Глаза разбегаются, а трое мальчишек спешат поделить презенты. Самому старшему ребенку, как и полагается, школьные канцелярские принадлежности, маленькому – мягкие игрушки. Пригодится альбомы, тетради, карандаши пригодятся. Конечно, очень рада, что много всего. Эти семьи требуют этой поддержки, она им нужна и психологическая, и социальная, и естественно материальная. Но как можем посильно, конечно же, надо помогать, потому что в нашем характере белорусов заложена вот эта толерантность, взаимопомощь, взаимоподдержка. Вот так обычный будний день может в одночасье стать мини-праздником, кстати, организовали который в большей степени неравнодушные брещане. Все подарки были приобретены в ходе благотворительного марафона «В школу с добрым сердцем». Хочу выразить, наверное, большую благодарность предприятиям, как Брестской ЦСМС и детской городской поликлиники номер один, также средней школе номер пять города Бреста за помощь в сборе этих всех принадлежностей, констоваров. И большое спасибо скажу нашим волонтерам, которые в свободное свое время стояли в детском мире, собирали эти же констовары. С каждым годом все больше и больше наши сотрудники участвуют в акции, с каждым годом все больше и больше становится красок, ручек. То есть инициатива исходит от сотрудников, каждый год проводим и каждый год это все поддерживается. Иногда даже самый скромный подарок способен сделать его маленького обладателя пусть немного, но счастливее. У активистов Ленинского районного комитета БРСМ еще на очереди восемь адресов. Субтитры создавал DimaTorzok